Как хорошо, что в этом мире есть детективы Агат и Кристи. Когда захочется испытать азарт от раскрытия запутанного дела и получить удовольствие от глубины проработки характеров персонажей, леди Агата придет на выручку. Убийство в Восточном экспрессе. Дамы и господа, не хотите ли совершить приятное путешествие в комфортабельном спальном вагоне Стамбул-Кале на Восточном экспрессе? Вас ждут уютные купе, красота природы за окном и покой. В это время года пассажиров немного. Хотя постойте, какая пестрая компания? Кого здесь только нет? Венгры, англичане, американцы, французы, итальянец. Будет и бельгиец. Куда же без него? Вы все еще не догадались? Нас ждет незабываемое приключение в компании Иркюля Пуаро. Да-да, того самого сыщика международного класса, к которому обращаются все полиции мира. Вдобавок к раскрытой загадке, в финале нас, читателей, ждут слегка философские размышления о сути преступления. Автор поднимает в своей книге гораздо более глубокие темы, чем это может показаться на первый взгляд. Темы неоднозначные и оттого провокационные. Прекрасный детектив с прекрасным наполнением. Пуаро великолепен и неподражаем. Впрочем, как и всегда. Замечательный слог, отличный сюжет, а какие здесь яркие персонажи. Классика детектива, на то она и классика. Убийство Роджера Экройда. На первый взгляд, абсолютно типичный детектив, каких у Кристи не счесть. В доме происходит убийство и подозреваемым, казалось бы, может быть каждый из родных и друзей мистера Экройда. Более того, практически у каждого есть мотив. И есть гениальный сыщик Иркюль Пуаро, который обещает племяннице убитого распутать это дело, ведь главный подозреваемый ее жених. После таких исходных данных можно настроиться на обычный роман в стиле Агаты Кристи. Вот сейчас она еще немного поводит доверчивого читателя за нос, теперь подбросит еще немножечко информации, чтобы было о чем поразмыслить, а теперь еще чуть-чуть, чтобы все прежние выводы показались идиотскими, нелепыми и абсолютно неверными. И до такой степени втягиваешься в эту привычную игру, что когда Пуаро называет имя убийцы, происходит просто снос крыши. Отличный детектив с неожиданным финалом. Человек в коричневом костюме. Очень необычное произведение для Агаты Кристи. Легкий, изящный, неимоверно смешной роман с небольшой такой детективной завязкой. Совершены два убийства, одно из которых смахивает на самоубийство, а также когда-то там давно, где-то в Африке, похищены два дорогих алмаза. Интриги никакой, потому что о детективе забываешь начисто уже со страницы 20. Заканчивается детектив и начинается приключение. Приключение молодой, привлекательной, наивной, но сообразительной девушки по имени Энн Бейдингфилд. Пересмотревши кучу мелодраматических сериалов, перечитавши кучу любовных романов, наша героиня устремляется навстречу приключениям, и они удивительным образом находят ее. Помните, как в милом мультике? Не ходи туда, там тебя ждут неприятности. Ну как же не ходить? Они ведь ждут. Вот так и тут. Всю книгу складывается ощущение, что к тем первым двум трупам из начала книги добавится еще один девушке, которая лезла не в свое дело. Стоит прочитать для того, чтобы узнать Агату с другой стороны. Давно замечено, что когда мы чем-то увлечены, кажется, будто все вокруг так или иначе соотносится с предметом нашего интереса. Поэтому всегда будьте увлечены жизнью, ведь вокруг столько интересного.